Новый день встречи вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и познакомлю с другой полезной информацией. Также поговорим о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг и о том, чем заняться летними днями. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность, возможен дождь. Будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ветер юго-западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 14. Летние вечера могут быть особенными и незабываемыми, когда они проходят под легкую музыку. Проникнутся атмосферой лирики и романтики, дадут возможность артисты Гомельской областной филармонии, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Кузьменко и Елена Гастинская. В совместном музыкальном проекте филармонии и картинной галереи Гаврила Ващенко слушателям предложат новый вид досуга. На открытом воздухе в уютном уголке природы в программе «Летнее очарование» – произведения популярной классики и эстрады. Слушателей будут ждать 30 июля в 18.30 в летнем дворике галереи. В башне дворца Румянцевых и Паскевичей презентована мини-выставка «Лаковая миниатюра Анны и Александра Осиповых». Она посвящена 90-летию со дня рождения художника. В экспозиции – шкатулки и панно, выполненные Анной и Александром Осиповыми. Любимыми темами гомельских художников были народные обычаи и обряды, былины, сказки и песенные мотивы. Большое место в их творчестве занимала иконопись. Работы мастеров экспонировались на крупнейших международных выставках, а теперь гомельчане могут познакомиться с экспозицией, в которой представлены произведения из собрания музея и частной коллекции семьи. На территории Гомельской области стартовало профилактическое мероприятие под названием «Сохрани жизнь велосипедиста». Акция направлена на предупреждение ДТП с участием велосипедистов. Сотрудники госавтоинспекции будут нести службу на самых аварийных и опасных участках автодорог и улиц. Особое внимание уделят безопасности дорожного движения в местах массового скопления людей. Будьте внимательны и осторожны. Белпочта бесплатно доставит открытку к Международному дню дружбы. Ежегодно он отмечается 30 июля. В ряде почтовых отделений страны пройдет акция «Дружба без границ». В ее рамках все желающие смогут приобрести праздничные открытки. А Белпочта бесплатно доставит ее в любую точку Беларуси. Отметим, что поздравления принимаются к отправке только в местах проведения акции. К другим интересным новостям пока пользователи WhatsApp могут использовать мессенджер одновременно на смартфоне и одном компьютере. При этом существует условие, которое затрудняет непрерывное использование платформы и доставляет ряд неудобств. Но в скором будущем разработчики планируют изменить это. В тестовых сборках приложения обнаружены данные о функции, которая позволит заходить на платформу сразу с четырех устройств. Сейчас эта функция находится на этапе тестирования. В Индии мужчина арендовал шахту и нашел в ней огромный алмаз. Он работал в шахте, когда заметил что-то блестящее. Подняв камень, мужчина понял, что это алмаз, стоимость которого около 70 тысяч долларов. Счастливчик продаст находку, а деньги разделит между коллегами, которые работали вместе с ним. Также деньги он потратит на обучение своих детей и в будущем продолжит арендовать шахты. Далее немного о братьях наших меньших. Девушка из Англии заметила, что ее пушистый питомец начал делать странные вещи. Кот всегда был охотником и часто приносил домой разную мелкую живность. Но однажды все круто изменилось и теперь девушка на ходе дома неожиданные предметы. Например, добычей питомца становятся детские очки для плавания. Сейчас у девушки их уже минимум 8 пар. А возле дома нет ни водоемов, ни бассейнов. Англичанка пыталась найти владельцев предметов через соцсети, но поиски результатов не дали. А какие странности за питомцами наблюдаете вы? А этот померанский шпиц решил подзаработать. Питомец стал очень милым курьером. Причем, судя по фотографиям, он трудится сразу на несколько компаний. Песик подходит к выполнению своей работы ответственно. В его функции входит доставка заказов с едой по разным адресам. На работе он обязательно носит фирменную одежду, жилетку и кепку. Уверен, такому курьеру достаются немалые чаевые. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат и медиатор Анна Журавлева расскажет о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг. Не переключайтесь. Часто такое случается, что запланированное и оплаченное туристическое путешествие не может состояться. По независимым причинам турист может отказаться от тура. Это право предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Для того, чтобы отказаться от тура, необходимо обратиться с письменным заявлением в туристическую компанию, с которой заключен договор. И в заявлении необходимо указать, что вы отказываетесь от тура и просите вернуть вам оплаченные деньги. Такой отказ предусмотрен в одностороннем порядке, и поэтому для расторжения договора согласие туристической компании не требуется. Туристическая компания обязана вернуть денежные средства за исключением фактически понесенных расходов, размер которых компания должна подтвердить документально. Если туристическое путешествие не состоялось по причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, как, например, решение государственных органов о закрытии границ, либо введение чрезвычайного положения, либо возникновение обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью туристов, то туристическое путешествие может быть отменено, либо изменены условия договора. В случае расторжения договора по таким обстоятельствам деньги должны быть возвращены в полном объеме. Турист может столкнуться с ситуацией, когда немедленное возвращение денежных средств туристической компании невозможно, ввиду их отсутствия. И тогда, конечно, за туристом сохраняется право обращения в суд за судебной защитой. Однако необходимо помнить, что судебные решения, связанные с денежными взысканиями, иногда не могут быть реально исполнены. И поэтому предпочтительным является разрешение вопросов, связанных с изменением туристического путешествия, либо вопросов, связанных с расторжением договора об оказании туристических услуг, решать посредством проведения переговоров, либо путем применения процедуры медиации. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов досуга. Я Влад. С вводной от учебы времени занимаюсь воркаутом. Если коротко, воркаут – это самостоятельные уличные тренировки. Заниматься данным видом спорта я начал совсем недавно, а если бы точно три месяца назад. Почему именно воркаут? Потому что это совершенно бесплатно, и им можно заниматься в любое время. Практически в каждом дворе есть турники и брусья, однако даже в нашем городе есть специальные площадки для занятий данным видом спорта, такие как стадион школы номер 45 или центральный пляж. Также есть организации, занимающиеся данным видом спорта. Они проводят соревнования между ребятами. Для того, чтобы привести свою физическую форму в хорошее состояние, не нужно тратить деньги, необходимо просто встать с дивана и пойти на турники. Как всегда, Новый день с вами встречали «Утренний Фрэш» и я, Павел Михно. Рабочая неделя в самом разгаре. Пусть она будет полна улыбок окружающих вас людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова